Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong, там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Ну а сейчас мы пройдемся по трехлитровому турбодизелю для Audi и Volkswagen. Это надежно и дорого, сейчас будем разбираться. Итак, встречаем 3.0 TD и B-UG. История трехлитровых турбодизелей от Audi началась в 2004 году. Семейство этих моторов обозначалось как EA896. И первый мотор имел индекс ASB, и его получила Audi A8. И очень быстро эти моторы появились буквально на всех Audi и Volkswagen с продольным расположением двигателя. Кстати, в гамме были еще и 2.7-литровые версии. У них просто уменьшен ход поршней. История 2.7 V6 закончилась в 2009 году, а 3.0 V6 TDI производится, можно сказать, до сих пор, пережив множество модификаций. И сегодня мы разберем один из первых экземпляров моторов 3.0 TDI V6. Обозначение у него B-UG, и встречается он на Audi Q7 первого поколения. Только на Audi Q7 первого поколения. Однако, все рассказанное в этом обзоре будет касаться всех 3.0 TDI условно первого поколения. У таких двигателей со стороны маховика 4 цепи, 3 задействованы в приводе ГРМ и еще одна цепь приводит масляный насос. Такие двигатели выпускались до 2015 года, но уже в конце лета 2010 года на Audi A8 D4 появились новые 3.0 TDI поколения EA897, которые стали заменять старые дизельные V6 по мере обновления модельного ряда. Итак, что мы тут имеем? Чугунный блок, цепной привод ГРМ сзади, одна турбина в развале блока, впрыск Common Rail от компании Bosch с пьезофорсунками. Эти моторы, особенно самые ранние, с буквами А и Б в начале каталожного обозначения, считаются очень надежными, и многие невнимательные владельцы говорят, что эти двигатели могут многое простить в обслуживании. В общем, двигатель 3.0 TDI V6 ходит 500 тысяч километров и даже более, но некоторые очень такие невнимательные и безалаберные владельцы умудряются довести их до задиров. Вообще, сразу скажем, что самые частые поломки этого двигателя – это заклинившие либо оторвавшиеся вихревые заслонки, далее текущий теплообменник в развале блока, а система EGR и сажевый фильтр требуют внимания, ну, после 250 тысяч километров. На Audi Q7 до рестайлинга этот двигатель может перестать подавать признаки жизни из-за залитого водой ЭБУ. А проблемы с запуском чаще всего случаются не из-за топливной системы, а из-за глубокой коррозии провода массы, который расположен рядом с генератором и тянется от мотора к кузову. Итак, давайте поговорим о том, что нужно знать, чтобы поддерживать этот двигатель в хорошем состоянии и не попасть на дорогущий ремонт. Начнем с того, что владельцы-сервисмены на этих моторах очень часто закрывают глаза на течи масла во многих местах. У этих моторов некоторые характерные течи масла можно принять за течь масла по заднему сальнику коленвала. Но если вы обнаружили течь масла справа сзади, то обязательно посмотрите стык между чугунным блоком и приклеенным к нему легкосплавным картером. Течь масла может быть именно там, и ее легко принять за течь масла по заднему сальнику коленвала. Чтобы устранить такую течь, надо вынимать двигатель, снимать картер, счищать старый герметик, наносить новый и обязательно устанавливать картер на новые болты. Еще одно коварное место для появления масла – это пара втулок заглушек. Одна находится возле стартера, вторая с водительской стороны на том же уровне. Так вот, в чем проблема? При пробеге в 200 тысяч километров эти заглушки начинают пропускать масло. Надо купить новые заглушки, посадить их на новый герметик, но для того, чтобы это сделать, надо рассоединять двигатель с трансмиссией. Если в двух местах по стыку и по заглушкам чисто, то тогда, скорее всего, утечка действительно по заднему сальнику коленвала. Также со временем появится запотевание по поддону, который прикручен и приклеен на герметик. Также следите за передней крышкой, особенно с водительской стороны. Ну и передний сальник коленвала придется поменять, ну, при пробеге в 300 тысяч километров из-за потери его герметичности. Одно из явных отличий самых первых двигателей от более свежих, например, ЦАСА – это материал изготовления выпускных коллекторов. Так вот, у ранних двигателей они, коллекторы, чугунные. И вот у нас есть один здесь, а один в Москве. И, кстати, у нас есть представительства в Москве, Питере, Симферополе и Смоленске. Так что, если нужны БУ и новые запчасти, обязательно обращайтесь. Так вот, у более ранних двигателей коллекторы стальные, но они имеют свойство прогорать и трескаться. Но фрагментов стали не образуется, которые могут улететь и навредить горячей крыльчатке турбины. Одна из нечастых, но известных неприятностей – это отказ дроссельной заслонки. В ней просто ломается шестерня. Так вот, оригинальная, новая вот такая заслонка стоит тысячу долларов, но есть много аналогов заменителей от 150 до 400. А также в продаже есть ремонтная металлическая шестерня, с помощью которой можно отремонтировать эту заслонку. Но есть в продаже и отличные БУ-заслонки в «АвтоСтронге». Так что нужна заслонка, либо же новая, либо БУ к нам. Систему EGR на этом двигателе отключают при первом проявлении ее неисправности. Плюс все компоненты в процессе удаляют. Но некоторым владельцам удается оставить эту систему работоспособной. Клапан EGR поддается чистке. Он управляется вакуумом, при больших пробегах может создавать проблемы из-за неисправности электровакуумного клапана. Обратной связи по клапану нет. Блок управления двигателя чувствует отклонение в работе по расходомеру. Иногда дает течь охладитель рециркулирующих газов через трещины. В нем антифриз вместе с газами может попасть во впуск. До гидроудара не доходит, но автомобиль будет мощно парить из выхлопных труб. На каждой из двух ГБЦ установлены элементы впускного тракта с вихревыми заслонками и их актуаторами. Вихревые заслонки оказались совсем уж неудачными. И ошибки по ним появлялись на совершенно свежих ваг. Ну, то есть Audi, Volkswagen, ну, при пробеге в 50 тысяч километров. Заслонки подклинивали из-за образования и сажи и масла во впуске. К тому же разрушались тяги от сервоприводов до рычага оси заслонок. Если машина была на гарантии, то дилеры меняли эти ближайшие ГБЦ элементы впускного коллектора. А если машина была не гарантийной, то приходилось выложить кругленькую сумму за каждый впускной коллектор. На сегодняшний день речь идет о 900 долларах и более. Поэтому появились услуги по физическому удалению заслонок и по их программному отключению. Сегодня же можно купить неоригинальные коллекторы в сборе по 200 долларов за каждое. Также есть ремкомплекты, в которых есть все для устранения этой неисправности. По стоимости за двойной комплект 50-60 долларов. А также можно на сегодняшний день приобрести более долговечные тяги осей заслонок. А также можно приобрести вот такие бэушные вещи. На всех моторах EA896 установлен один единственный турбонагнетатель. И сначала ставили турбину BorgWarner BV50, а затем на более свежие двигатели стали ставить гары GTB2260VK. Все турбины, вот эти вот обе, очень надежные и легко ходят 300 тысяч километров. Однако, помимо износа вала и картриджа турбины, можно столкнуться с проблемами в электромеханическом сервоприводе геометрии турбины. У BorgWarner возникают ошибки по обрыву в цепи управления турбиной или по недостоверному сигналу. Как выяснилось, в самом актуаторе открепляется один или несколько контактов от разъема к электрической плате. Их шесть штук, тоненьких, как ножки паука. Надо зачистить защитный компаунд с обеих сторон этих контактов и пропаять их. А можно не мучиться и купить отдельно актуатор. Стоит он на сегодняшний день 280 долларов. В актуаторе турбины Garrett изнашиваются шестеренки. Неоригинальные производители предлагают и их. И неоригинальный актуатор для турбины Garrett стоит 120 долларов. В развале блока цилиндров находится корпус масляного фильтра, маслоделитель системы вентиляции картера. И вот здесь вот находится теплообменник. Так вот, все это установлено на кронштейн-платформу, которая уплотняется с блоком композитной прокладкой. Так вот, по вот этой прокладке никаких вопросов нет. А вот из-за задубевших прокладок, на которые установлен теплообменник, может произойти утечка антифриза. Если владелец видит, что уровень охлаждающей жидкости снижается, то можно искать этот антифриз в развале блока. Вдобавок, сюда еще из-за вот этих прокладок задубевших может попасть и масло. И, конечно, обе этих жидкости могут просачиваться и смешиваться либо в масляном контуре, либо в контуре системы охлаждения. Уплотнение теплообменника стоит порядка 40 долларов, но требует много нормочасов для замены. Корпус масляного фильтра на этих двигателях не трескается. Масляного термостата, как на моторах 3.0 TD и следующего поколения, здесь нет. Клапан ВКГ с циклонным маслоотделителем едва ли потребует внимания, хотя, скорее всего, к пробегу в 300 тысяч километров будет покрыт масляным налетом. Новый маслоотделитель оригинальный стоит 340 долларов, но есть заменители по 50 долларов, а также есть мембраны в продаже. На моторах 3.0 TDI, то есть серии EA896, встречаются два ТНВД. На более ранних моторах, в обозначении которых сначала буква А или Б, вот такой чугунный трёхплунжерный ТНВД Bosch CP1H3. А на более свежих моторах, то есть обозначение четыре буквы начинается с C, например, C, A, H, A. Другой ТНВД Bosch CP42S. Так вот, за что отдельно выделяют именно старые 3.0 TDI, так это за то, что их топливный насос высокого давления никогда не гонит стружку и вообще не огорчает. При огромных пробегах могут появиться утечки топлива по его крышкам и уплотнениям. Но эта проблема решается разборкой насоса с заменой уплотнений. У самых невнимательных владельцев, которые заправляют в бак дистоплива с влагой, этот чугунный ТНВД может слегка заржаветь. А вот алюминиевый Bosch CP42S запросто начнёт гнать стружку, засоряя всё от форсунок до топливного бака. Причём это может случиться как при неквалифицированной замене топливного фильтра, так и при езде на резерве топлива. Оно отливает от топливозаборника и пропускает воздух в трубки. Насосы Bosch CP4 на любых двигателях готовы настругать стружки. Увы, такая их конструктивная особенность. В продаже уже появились адаптеры, которые устанавливаются под дозировочный клапан, чтобы топливо в него попадало из фильтра, а не из внутренней полости ТНВД, где при определённых условиях образовывается стружка. ТНВД этих двигателей установлен ближе к передней части блока мотора и приводится отдельным зубчатым ремнём, который закрыт кожухами. Владельцам этих машин обязательно нужно знать, что если появится утечка топлива по одной из стальных трубок от ТНВД до топливных рамп, то обязательно нужно осмотреть кронштейн, на котором закреплён ТНВД спереди. Часто кронштейн лопает по одному или нескольким своим ушкам, то есть вблизи болтов, которыми он притянут к блоку цилиндров. В результате ТНВД перекашивает, топливные трубки, как правило, правая натягивается и начинает пропускать топливо по гайке. Такие новые кронштейны стоят более 300 долларов. На разборках примерно 100. Обязательно позвоните в автостронг. А эта проблема конкретно касается двигателей с ТНВД Bosch CP1H3. А вот у более новых двигателей, обозначение которых начинается с буквы C, но и имеет четырёхбуквенное обозначение, кронштейн другой. Все моторы 3.0 TDI оснащены пьезоэлектрическими форсунками от компании Bosch. На минуточку новая такая стоит от 300 до 500 долларов. Бэушные, естественно, дешевле. Обязательно позвоните в автостронг, если вам нужна такая форсунка. Так вот, форсунки не ремонтопригодные. Их можно только проверить на стенде. Вдобавок они не любят некачественного топлива. Ну, а стружка – это вообще отдельная тема для этих форсунок. Иногда из-за изношенного распылителя одной или нескольких форсунок оплавляются поршни и появляются задиры в цилиндрах. А, и есть ещё один нюанс – это прогорание огнеупорных шайб под форсунками. Примечательно, что в ГБЦ есть отверстие, так сказать, вентканалы, через которые газы выводятся наружу из-под форсунок, чтобы не попадать в гнезда форсунок. Оттуда под клапанную крышку. Эти каналы отводят газы к выпускным коллекторам. Если там над чугунными коллекторами появилась сажа, то пора снимать форсунки и менять их шайбы под ними. Вообще, владельцы подолгу не замечают прорыв газов или считают, что ничего страшного не происходит. Но прорвавшиеся газы перегревают распылитель, а перегретый распылитель может огорчить неправильным распылением топлива и оплавленным поршнем. А при диагностике не забывайте, что в обратной магистрали перед всеми форсунками есть обратный клапан, который перед собой держит давление в 10 бар. Если клапан не держит давление в 10 бар или кто-то переделал обратку и выкинул этот клапан, то это чревато проблемами. То есть стук, дымление, снижение тяги – это все может быть потому, что клапан не держит 10 бар. Новый оригинальный клапан продается только в сборе с обеими линиями обратки и стоит 700 долларов. Но так как проблема актуальна, есть уже заменители от 30 долларов до почти 400 долларов за почти оригинал. Ну а распетрушить этого трёхлитрового зверя нам поможет новый член нашей команды Роман. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Если говорить о состоянии распредвалов что в одной ГБЦ, что во второй ГБЦ, всё выглядит достаточно культурно, со скидкой на возраст. Вот это ты! Колливейских орездiek Баррек Сек Lis? Везлайн не важен из muchís ereми. Б Ésっぱис. Дешевый eğлет, tungиった кон Lorenz. Посадите за shaveanden! Олень, Со стороны маховика под крышкой находятся четыре цепи. Три цепи относятся к приводу ГРМ, а одна вот эта вот лихо загнутая приводит масло в насос. У нас часто спрашивают, зачем привод ГРМ располагать сзади. А так можно сделать мотор компактнее в длину. То есть задняя крышка не должна быть такой массивной, чтобы выдерживать кучу роликов для ремня навесного оборудования. Вот эти вот цепи без труда ходят, ну, четыреста тысяч километров. Хотя первые моторы могли сделать так, что вы услышите шелест цепи гораздо раньше из-за того, что были проблемы с гидронатяжителями. Оценить состояние цепей в этих трехлитровых дизелях можно в диагностическом ПОО 32 группы измеряемых параметров. То есть, проще говоря, по отношению положения распредвалов к коленвалу. У моторов 3.0 TDI с буквами А и Б в начале каталожных кодов номинальным значением распредвала в 32 группе являются следующие 690,4 градуса, 610,4 градуса. А у обновленных моторов с буквой C в начале кода 691,8 градуса и 610,4 градуса. Если эти величины изменились более чем на 6 градусов, то цепь начнет шелестеть. И лучше не затягивать с заменой, потому что усугубится износ и цепей, и шестерен. Замена цепей GREN для этого двигателя – это не дешевое удовольствие, потому что придется еще поменять пару десятков совсем не дешевых деталей. Плюс двигатель придется вынимать из моторного отсека. Плюс, если мы еще сюда добавим переуплотнение всего того, что течет маслом, сумма получится, ну, плюс-минус 2000 долларов. В общем, обслуживание этого мотора для Volkswagen и Audi, ну, совсем не дешевое. Субтитры делал DimaTorzok С ГПЦ у этого двигателя особо ничего плохого не случается, и, как мы видим по состоянию, мотор, скорее всего, масло-то и не пожирал. Ну, а если говорить по состоянию цилиндров, то здесь мы видим задиры и побежалости. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бытует мнение, что проблема, самая глобальная вот этих вот трехлитровых дизелей, это проворот шатунных вкладышей с составлением больших задиров и царапин на шейках коленвала. Так вот, буквально на многих СТО стоит много машин, Audi Q7 и Touareg, которым нужен капремонт двигателя. Но есть профильные двигатель, но есть профильные двигатель, которые никогда не сталкивались с вот этими двигателями 3.0 TDI, то есть не сталкивались с их капремонтом, не сталкивались с износом вкладышей и не сталкивались с задиром в цилиндрах. Мы считаем, что можно убить любой двигатель, в случае провёрнутых вкладышей и задранных из-за перегрева поршней гильз цилиндров. На совести владельцев, каким бы убитым ни был Touareg или Q7 с трехлитровым дизелем, всегда найдётся покупатель, который купит такую машину на один год, а потом продаст по низу рынка другому желающему. Кстати, бывают случаи, когда при замене тех же прокладок под теплообменником неквалифицированные хреновые сервисмены допускают попадание грязи в контур подачи смазки. И, как итог, провернутые вкладыши через 100 или 1000 километров. В общем, способов накосячить очень много, и ещё больше их будет придумано. Ну что, разборка закончена, и можно сказать, что трёхлитровый турбодизель для Volkswagen и Audi – это классный двигатель. Я уверен, что в комментариях напишут десятки и сотни людей, которые проехали на этом двигателе более 500 тысяч километров. В общем, он не питается некачественным топливом, не любит замены масла реже, чем 10 тысяч километров, а грязные радиаторы и интеркулер вряд ли добавят ему здоровья. Поэтому обслуживайте его качественно, и тогда он будет только радоваться. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...